ну опять это грустная тема меня всегда поражает почему власть в стране взяли торгаши подлые наглые вот чтобы продать свои яды специально придумали для этого надо было одним ученым молчать просто почему почему чихать на это другие ученые то попроще ученые повторяю вообще зло пошло оттуда вот сейчас они молчат потому что просто никому не до хрена ничего не надо но было же такое если видят что дерево искалечено на нем огромное количество и и бесконечно стоят муравьи кто-то решил давайте уничтожим муравьев и для не будет это каким идиотом надо быть да но каким идиотом надо быть чтобы это придумать и здесь же рядом вы можете поймать муравья где-то на границе лес сад и сказать а это вот это сам учета не домашний он саду живет можете отличить и вот значит берегите рыжих лесных муравьев спасибо хоть за рыжих муравьев вот их ловушки извините охранная зона назовем это не ловушки это неправильное слово каждый сохраненный муравейник защитит от насекомых родителей четверть гектара леса представляете что здесь написано четверть гектара это сколько 25 соток это как раз может это если вы это включайтесь в операцию по охране муравьев организованы все российские в общем пока не будет самое лучшее чтоб к ним не подходить муравейником не надо вот ничего в лесу этого делать я уже говорил если бы садовая придуманная дебильная приема перенести в лес над нами бы смеялся весь лес все кто там живет то есть представляете под лесу бы мы из-под берез из-под тополей из-под это самое осин и прочих этих самых мы выгребали бы пошли бы выгребать листу и сжигать ее это было бы величайшая дурь на свете понимаете величайшая дурь на свете добро вот это все чем кормится из года в год циркуляция листва зеленая листва сухая листва зеленая листва сгнившая если это в лесу все что в саду это была бы дурь такая что все кто пропагандирует вот сейчас именно в саду все должны быть иметь справку что они прошли психическое обследование то что очевидно в лесу вот берегите муравей в саду уничтожьте муравей все муравей плодоядные есть еще муравей листогрызы листогрызы это особая порода это далеко где-то чуть-чуть не в африке вот там да они листьями кормятся здесь фабрики умнейшие умнейшие они просто из листьев делают грибные фабрики кормят себя кормят детей кормят лес кормят лес понимаете а здесь у нас они все плоды рыжий большой муравей мы лики муравишка которую пять раз уменьшить он тоже найдет свою эту самую насекомую вот и вот эта связь глупая дикая что это самое увидели снующих муравьев по больному дереву ну сколько у меня уже гостей сколько фильмов снят покажите мне муравья это такое чудо когда я муравья одного вижу на дереве там которая вот раскидистая там тысячи листьев вот и тля есть какого-то количества пределах нормы и это уже и ни одного муравья что вы мне голову морозите вы уничтожили дерево а потом начинайте в эту операцию включились торгаши ура одни придумали яды ученые они искренне поверили связь что ползает муравей верхнюю свою это не сволочи муравьев а не было бы муравьев не было три вот это дико страшно я не знаю как вот вереваю брат мой когда подлечься надеюсь что у тебя уже хочет позади вот вот этот кусочек про муравьев не надо все уже но кусочек против муравьев все что я говорю эмоционально понимаете ну как каком идиотском мире мы живем чтобы защитников сада главного защитника которому кланяться надо обходить надо стороной вот саду да там где действует коса бензокоса там где бегают дети вот там вот это и вы видели я показывал фильм не фильм фотографию в бинаре где тимофей берет и забивает коле вокруг муравейника ну кто или я идиот или вся вот эта система подлая для того чтобы нажиться на этом и бесконечное число людей прекрасных летчиков пекари аптекари врачей учителей которые искренне верят что муравьи не ненавидят их искренне верят или уж совсем но я же не могу мне муравей на стол залез да при чем тут муравей которые это самый сад защищает план залез на стол я бы полез сама сколько крошек от хлеба я бы полежал дурной такой вот такой спич от меня услышал вот вот эта подлость придумана а мне слова не дали а мне микрофон и ведь вы знаете все что я хотел сказать коротенько вот так проект кто-то не задумался сидели в зале молчали хлопали только когда показывал достижение байкала но это байкала понимаете а так сидеть я еще пару ко мне кину сидеть первым выступает женщина краснодарский край он разбит на название района графики состав почвы рассказывает в этом районе состав почвы в этом состав почву третьем состав почвы четвертым вот исследована почва на все это рассказал хоть одному в зале начиная от председателя академика и кончая какого-нибудь там аспиранту скромному еще который только вот начинает свой путь науке дать до него хоть одному это нужно было я слушал зачем я сюда приехал вот так вот а вот это вот пожалуйста это на всю страну 40 50 тысяч просмотров без нескольких 50 тысяч сколько людей окупит даже если каждый десятый сколько муравьев беззащитных полезных страшно без насчет высерять муравьев за счет сад да еще и я с кому нужно саду ну ну так здрасте уважаемых красивых прошу прощения за неудачу упоминания господина да почему неудачно хотели откуда узнали если честно не знал эту историю вы сами не говорили фамилии профессор конечно не говорил стыдно пусть живет вот он искренне считал что если у меня цитирую его если у меня это он писал в эту крупнейшую газету научному научного редактора вот этого самому лобуса николай ивановича искренне писал меня погибли все 18 сортов форм абрикосов не доходя до полосношения а вы порыск и рассказывайте типа сказки про железо то есть железо печатать и здесь это тоже как можно было там рот заткнули здесь сказали но не можем доктор наукон профессор мы можем нет они не среагировать на его критическое письмо ну как то вот так и сидим мы с вами теперь сколько нас осталось к за эти годы нас и больше стало меньше если чек заставлять 10 соток сады даже пять соток перекопайте кого эти пять соток ну кто хоть раз жизни но я ладно я всю жизнь копал я в детстве копал пусть картошку пусть под картошку приезжал к бабушке дедушки на украину осенью я выкапывал картошку один погреб забивал один погреб добивал по самую крышу погреба весной все 30 соток под картошку колхоз никогда трактор не давали а тут старики уже за 70 было я знаю что только копать поэтому когда я услышу отопсел со всех сторон перекапывайте 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 и думаю сами то попробуйте что же вы людей то подставляете за черта это все нужно в тайге не перекапываю в лесу не перекапываю нутанты и лесники у них нет такого в этом самом даже свои струкции перекоп перекопать пусть даже трактором представляете трактор идет по лесу и между деревьями сует это перекапывать почву чтобы лучше где росли эти сосны или березы нутанты это идиотизм так здесь такой же идиотизм нельзя ее копать что-то я опять завелся и когда каждая потому что это может скоро уйду несколько дней назад уж правда думал пора уходить для нас садоводов севера и центра это особенно важный вопрос не морозостойко сервис их подвоев дело в очередь я сейчас мы час прошел меня поднялось давление потому что не могу ненавижу нет нету девушку вот не эту девушку это просто инструмент папа по ограблению людей по уничтожению в саду а сама она ничего не понимает ничего она искренне верит что вот сейчас вот раз 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 этим сам сейчас лапки попадут на яд наступит муравей залезет муравейник и она говорит то все муравейник весь погибнет когда яд занесет муфер у меня до сих пор остановит успокоиться не могу вот тут когда тут конечно когда я увидел вот это мне наоборот давление восстановилось когда я вот это вот откуда она взялась у меня я уже не помню но ведь еще существует экология экологии они-то чем молчат они что не знают о пользе воровьем смотрите сейчас надо про господина они будем вот мне придется видимо в отдельный фильм вынести почему вот здесь вот вы подняли в величайшие а кто вы ну здрасте адрес есть а вот прокололся я по мере нету это кто-то из наших совсем из наших и самых главных дел тем более вегетативная гибридизация влияние подвоя на прямой однозначно реально на практике существует так вот дальше начинается в наше восхождение прививка из поколения в поколение насеянцевая подвоя снизилась посредством вегетативной гибридизации морозостойкость и погубила в конечном счете морозостойкость сорта мичурина и где они сейчас и этом я не говорю что я за и не против вот есть вот это мнение ваши умнейшие вот ну тоже вы там в конце когда будем перепиской заниматься в конце вот этого пожалуйста зовите умоляю не стыдно я догадываюсь кто но я могу ошибиться это обида вот дело в том что я знал что было девятнадцатого века у меня есть особое сейчас вам покажу пусть будет все медленно куда нам спешите на зиму впереди да правильно я рассуждаю вот здесь вот у меня есть так у меня есть у меня есть слово СМИ средства массовой информации сейчас вот и я еще не все несколько лет я уже перестал сюда заносить видите вот это дебилизм начиная там вот это и вот здесь вот огромное количество печатной литературы часть из них девятнадцатого века вот эти самые вот эти вот вот это они вот это одна из них да я же еще не договорил против муравьев ведь для того чтобы снять фильм заработать серебряники вот эти дамы и вот того который клоуна играет журналист да мальчишка вот вот им в садах там муравейников практически нет это в моем их полно а там нет и не ходили ходили им пришлось снять фильм когда дикое дерево огромное пятьдесят семь лет на внешнем виде под ним настоящий лесной муравейник и они этот муравейник на глазах всей страны посыпали поливали ядами даже не лесные садовые где муравьев объявили врагом а лесных защитников которые вы знаете с такой муравейничащая уничтожили которые для десятки лет кормил дерево как все что уничтожали они не пускали насекомых на дерево это гигантское количество это пересчет идет на сотни килограмм если не на тонны за все годы они жрут бесконечное количество поэтому планета не покрыта паразитами благодаря муравьям они этого не знают им они были вынуждены найти муравей буквально за пределами этого дача или массива и в н.х но в лесу и они на глазах всей страны уничтожили муравейник и ничего им за это не было вот страна пофигизма полного если когда-то вернемся здравого смысла с нашего крючка начнется кого-то с нашего крючка как макарова или там алексейка или уже к сожалению болеет это самый ой не буду сейчас огрустом в общем наши ребята когда-то или займут ведущей позиции не имея специального образования подчеркиваю это плюс огромный в институтах университетах в этих самых не и тогда может быть что-то повернется а вдруг кто-то наших проскользнет а вот этих вот и же надо было сразу и барнок сразу это милиции вызвать сразу же после этого съемка штрафовать кто вас научил сорвать их редактора плюс этого режиссера плюс сценариста вы что охерели что ли вы лесной муравейник уничтожили на глазах страны ну экологи спят как эти самые сурки день сурка вы ребята извините я не могу по-другому говорить не могу потому что мне выхода нет не нужно трибуна я один раз бы сказал это расширенное заседание академии наук я бы не дал спать уже помните я боюсь показывать мне стыдно они заслужены они академики они жизнь отдали они настоящие ученые но пришла пора когда над ними часами издевается кто-то читает нудный доклад весь зал засыпает и я спал и я засыпал когда он таких мероприятий был посвящен на какой-нибудь годовщине коммунистической партии и я спал даже храпел рассказывали это не обидно обидно другой я не дал бы спать даже в конце жизни не узнали что муравей то полезно а вот этих вот предателей надо это сам но не лезьте не называй себя кандидатом наук если ты лингвист куда ты лезешь и вот эти самые вот они видите вот отрезаны центрами это уж на всю страну это уже сотни тысяч экземпляров вот это уже я вам несколько показывал источников есть книга после книги статьи статьи не вы вниз прям плату один к одному как они умудряются перенести целиком вот так вот и вся страна знает центральный корень дереву не нужен в лучшем корне я вот видите как меня несет или как меня несет вот это все ужас 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 а мы против стоим мы только не 300 600 человек так вот мы опять упомянули почему есть причина вот это причина спорная так порно иначе меня сейчас она бы не было вот а есть причина объективная я вам показал сейчас сразу опять сорвался на митинг на крик я вам показал гигантское количество литературы где учат убивать деревья она родилась 19 веке не только того отрезали центральный корень они отрезали каждый корешок они делали обязательно штамп вот они учили нас и это самое все тоже перекопать перекопать прикопать вот здесь и прививка то обязательно почкой совершенно негодный способ правда экономные но мы же любители нам нельзя это кто продает на продажу тот пускай им за пофигу чем хочется и вот это все отразилось и на агротехнике саду мичурина вот это могло вот эти вот получается не с предельной морозостойкостью что мичурин отказался от идей греля который на который он молился вначале делать это прививка должна увеличивать морозостойкость и увеличивать ее но вы же видели черешни с больными листами не так то все просто вот эти вот я вам показывал фильме мичурина вот такой голый штамп а тут ветки пошли показывал я показывал взрослое дерево которое фильмы правда но и фильм это были ну как сказать ну там был десяток этих консультантов чем-то мичурина консультировали академики и профессора и вот они выкопали яблоню съемка дубль такой-то принесли яблоню и вот актер играющий мичурина садит ее огромное дерево метров три с чем-то взрослые ну там на взгляд было метров лет восемь-семь и он его садят целиком без обрезка уже этого а потом большая часть сада погибла и такая грустная нота трагическая музыка а вывод это не сделаны и вот возможно вы упомянули мичурина я прошу прощения за долгий разговор вот вы пишете в конечном счете погубила марсейки санта мичурина в отчасти до отчасти все-таки агротехника не совсем удачно я не могу сейчас подробно здесь вас умнейшие письмо я читал наслаждался хотя они совсем согласен но я наслаждался понимаете читая потому что сейчас не в одном этом в академическом издании в этого не просчете только у нас наши это небольшой компании прививка лучше капулировка дает возможность поливать кусочек закаленного черенка при прививке почкой такого нет при прививке почкой почка обезличена вот латинков так считает и вы так считаете и я так считаю а в академическом издании вот за это вам спасибо знаете как трудно бы это было там уже латинкова в одиночестве когда он писал про 100 миллиметровый черенок при зона вегетации 100 миллиметровый нет не тогда вегетации зона гибридизации 100 миллиметровый черенок от места прививки что я скажу что я скажу ведь это же великолепно это же нас уже трое а это разве мало вы убедите хоть одно ученого ниже обязательно эти я же показал твой профессора мало то что я мы посадил бортики сделал на саженце привитого прививка была вот такая рана страшная вот такой саженец вот такой и вот такая рана вот такая вот как можно такой саженец как можно его делать о нем рекламу ведь очень лучший ну кого все спасибо говорю все равно спасибо